В Сочи официально зарегистрировано 478 тысяч человек. 95 тысяч из них это дети от нуля до 18 лет. 135 тысяч нетрудоспособные пенсионеры. Остается 248 тысяч работающего населения. Но вот из них не учтенными никакими организациями остаются 70 тысяч человек. Маленький городок, работающий, как говорится, мимо кассы. То есть никаких отчислений, ни налоговых, ни пенсионных от этих горожан нет. Однако их дети ходят в сады и школы, пользуются услугами врачей. Все это оплачивается налогами остальных жителей. Минимизировать количество неофициальных работников – такая задача стоит перед городскими властями. У нас с начала года сформировано 5 бригад, 5 комиссий, которые комиссионно ходят и наблюдают, администрируют работу ЖКХ, Департамента строительных отраслей, это санаторно-курортный комплекс, это общий ПИД, это торговля. И на сегодняшний день проверено уже 350 организаций таких предприятий. Тех, у кого на предприятии выявили нарушение, пригласили в мэрию. Однако пришли не все. Тем самым, пояснила Ирина Романец, нарушители только вредят себе. Даже если не оформлен всего один человек, штраф на руководителя – 20 тысяч рублей. На юридическое лицо – 100 тысяч, а то и уголовная статья с лишением свободы. Представители трудовой инспекции, пенсионного фонда объяснили тем, кто все-таки пришел и сознался, как правильно оформить работника, чтобы к бизнесу не было претензий. Ведь специалисту и так ясно, что нарушения есть. Если работа на объекте кипит, а руководитель сдает нулевую отчетность. По итогам проверок у бизнесменов есть выбор либо заключать договоры со своими людьми, либо закрывать предприятие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!